Чего только с нашим народом не делали, одного в нас никакими силами истребить не могли, чувство юмора. Вы замечали, чем хуже жизнь, тем больше у нас анекдотов. Все это время к ним официальное отношение было небрежительным, потому что в них была всегда сермяга. В них народ выражал свой протест, даже в самые страшные годы жизни. Наказывали, сажали, а анекдоты рождались и рождались. В чем тут дело? Юмор это герой, переоценить его трудно. Все виды искусства сдались, кроме вот этого вида народного фольклора. Его надо систематизировать, его надо оценить по-настоящему, низко ему поклониться. Вот только непонятно, откуда сами анекдоты берутся. Ну, народ сочиняет, понятно. Ну, что же это получается? Приходит народ с работы, уроки у детей проверил, поужинал и давай анекдоты сочинять. Наверное, все-таки в жизни как-то так что-то на самом деле происходило. Ну, кто-то что-то заметил, рассказал, добавил, отсекли и пошло, и пошло, и поехало. Вот, например, идет суд, допрашивает обвиняемого. Он говорит, возвращаюсь из командировки, вижу жена в постели, окно распахнуто. Мы на первом этаже живем, а по тротуару какой-то мужик в одних трусах убегает. Я в сердцах хватаю тумбочку и в него. Свидетница, вы что скажете? Да я прилегла отдохнуть, душно, окно приоткрыл, вдруг врывается, муж и ни с того ни с сего швыряет в окно тумбочку. Потерпевший, вы что скажете? Да я спортсмен. Бегу трусцой вокруг дома. Вдруг летит тумбочка прямо по башке. Ну а вы что можете сказать? А я тут вообще ни при чем. Я сижу в тумбочке. Ну вот кто из участников этой истории мог ее рассказать? Наверное, тот, кто в тумбочке сидел. Вообще надо как-то над тематикой анекдотов наших задуматься. Над чем мы смеемся и над кем? 20 лет треплим ни в чем не повинного Василия Ивановича, который никак с Петькой Анку поделить не мог. Потом что-то пристали к армянскому радио, которое два часа молчало, потом объявило, передача для глухих окончена. Затем заехали далеко на север. Как пошло? По залу чук-чук-чук-чук. Правильно, чукотский национальный округ. Каждого оленевода поименно вспомнил. Один звонит в аэропорт, спрашивает, девочка, сколько летит самолета до Чикдамыра? Девочка говорит, до Чикдамыра одну минуточку. Чукча сказал, спасибо, и повесил трубку. Время от времени, мне кажется, полезно вспоминать анекдоты, составляющие золотой фонг фольклора. Например, вот была такая популярная история. Председатель колхоза говорит на собрании, у меня две новости. Одна хорошая, другая плохая. Начну с плохой. Урожая в этом году нет, поэтому всю зиму будем есть навоз. Зато вторая новость хорошая. Навоза у нас полно. У нас потому так анекдотное творчество развито, что долгие годы ни о чём вслух нельзя было говорить. А у них там на Западе анекдоты исключительно про секс. Ну, видимо, у кого с чем плохо, тот про это анекдоты не рассказывает. Париж, раннее-раннее утро, дворник подметает двор. Вжик-вжик. Потом вжик-вжик-вжик-вжик-вжик-вжик-вжик. Распахивается окно, недовольный женский голос. Месье, вы сбиваете с ритма весь Париж. Нам бы их проблемы, да? С ритма сбиваете. Да наши женщины в жизни об этом кричать не стали. Потому что есть что-вжик-вжик, что-вжик-вжик-вжик-вжик-вжик. А мысли в это время только сумеет ли она завтра в обед сосиску купить. О чем еще думать? Если есть, нечего носить, нечего, то выгляди. Деньги поменяют один к ста. Кто сейчас 220 получает, будет получать 2 рубля 20 копеек. Вот у нас анекдоты как протест рождаются. Не успели в свое время антиалкогольный указ принять? Тут же наш народ анекдотом откликнулся. Приезжает генеральный на завод, беседует с передовым рабочим. Говорит, а вот если бы вы стакан водки выпили, вы бы же тогда так работать не смогли бы, не смогли бы. Тот говорит, да нет, смог бы. А если бы 2 стакана выпили бы, да тоже смог бы. Ну а 3? Ну так работаю же. А сейчас знаете, как говорят? В дом приходит гость, его спрашивают, руки с мыла будете мыть? Он говорит, да, если можно. Тогда чай без сахара. Одно настораживает, если глаз настирать и дальше развиваться так будет, у нас, глядишь, анекдоты закончатся. Чего же тогда по курилкам шептаться, если вот так вот открыто вышел, да и все сказал. Впрочем, я думаю, те, от кого это все зависит, народному творчеству от гласности зачахнуть не дадут. Что-нибудь да обязательно придумают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова